Более 21 тысячи жителей Дроки теперь обеспечены качественной питьевой водой. А главное, теперь она поступает в их дома без перебоев. Это стало возможно при поддержке Европейского Союза. В общей сложности было построено почти 20 километров сети, реабилитировано 5 артезианских скважин, построены станции очистки. Общая стоимость проекта составляет почти 92 миллиона леев. Браво, Лора, вот так вот, ну и психология. Перманент есть апы, перманент канализация, лукрая зашим требованиям. Светлане Васиной более 60 лет. Женщина счастлива, что больше не вынуждена носить воду из колодца на третий этаж. Её жизнь стала намного комфортнее. А кто в девяти этажах живёт? Это вообще сложно. Попробуешь, что-то ведро воды. Капля в море получается, когда начинаешь какие-то домашние дела выполнять. Даже кушать, приготовить и то, сколько воды надо. Даже и машинками толком не мог этим пользоваться, автоматом. Пользовались такими, где заливали ведрами воду. И это было намного сложнее. Постирать ещё как постирать, а прополоскать во всех этих тазиках. Доступ к водопроводной воде получили ещё около 1200 семей. У меня есть фанты на 1 град, но не имею проблем с машиной. Мы благодарим, что это очень рецепт. До реновации в водопроводной воде в Дроке поставили столько по графику. Из-за частых прорывов потребители и вовсе оставались без неё. Реноваты была огромная часть из тр joke weit, который ради меня, который была более 50 лет, который был в состоянии, современная водопроводная. Реноваты fabricали, практически, на зерок. Реноваты растения с технологии последней доброй генерації. Фантыни на филе были распорены. Теперь вода проходит очистку в несколько этапов, а новое оборудование последнего поколения позволяет экономить 10% электроэнергии. И это при большем количестве процессов. Станция фильтрации и третий вагончик – это насосное оборудование станции фильтрации и насосное оборудование, которое подает на город и на район больницы. Также, согласно технологическому процессу, здесь находятся два резервуара чистой воды, где аккумулируется вода, прошедшая весь технологический процесс. Сотрудники водоканала довольны и говорят, что теперь они работают в европейских условиях. Не как раньше, чтобы мы бежали. Надо отключать скважину. Бежишь туда на скважину, надо что-то переключать опять. А в данном случае, я смотрю на картинку, сразу мне тут показывают всего. Я всю картину вижу. Как поступает вода, как она хлорируется, куда она поступает, какое количество. И отсюда мне видно ещё и третий подъезд. После реализации проекта тариф на поставку воды и оказание услуг в Дроке увеличился с 17 до 23,5 леев. Это было необходимо для содержания нового оборудования, учитывая, что тариф не менялся с 2008 года. Для строительства сети водопровода и станции очистки вод Европейский Союз выделил более 85 миллионов леев. Вклад местных властей составил почти 6,5 миллионов леев. Проект был внедрён через Агентство оригинального развития «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова